Традиционно ученый совет начался с награждения студентов грамотами и благодарственными письмами, а также представления к ученым званиям и выборов на должности заведующих кафедрами. Главной темой обсуждения на этот раз стало первое очное заседание Международного научного совета. Ведущие эксперты по достоинству оценили уровень исследований и материально-техническую базу ЮРГУ. Было довольно большое число предложений по совершенствованию нашего процесса. То есть основания для того, чтобы нам вырасти с точки зрения показателей, публикационной активности, качества научных работ, безусловно, у нас есть и Международный научный совет это подтвердил. Международный научный совет – это консультационный орган ЮРГУ в проекте 5.100. Его главная задача – координация научно-исследовательской и образовательной деятельности университета в соответствии с лучшими мировыми практиками. Во время своего визита международные эксперты отобрали 8 проектов для создания новых лабораторий с привлечением иностранных экспертов. Члены ученого совета ЮРГУ также единогласно проголосовали за их образование. То есть мы создаем лабораторию, организуем рабочие места, организуем тематику, планирование научных исследований. И в принципе к концу года все 8 научных лабораторий будут запущены и начнется их процесс. Но работа с ведущими учеными, которые привлекаются к руководству данных структурных подразделений, ведется уже достаточно давно. И даже уже в этом году возможно выход совместных публикаций в высокорейтинговых журналах. Также на заседании ученого совета ректор ЮРГУ отметил, что для улучшения ключевых показателей эффективности вуза важно перенимать опыт у иностранных коллег. В качестве примера он привел метод работы корейских партнеров. Его суть состоит в том, чтобы добавлять новые разработки в готовые изобретения, тем самым увеличивать их эффективность. Надо уметь использовать результаты, наработанные другими специалистами для решения своих задач. Как говорил Тимофей Фрисовский, известный наш ученый в области радиоэргиологии, очень хорошо уметь все самому делать, но не дай бог все делать самому. Поэтому надо использовать те результаты, которые люди уже сделали, для того, чтобы быстрее продвигаться дальше. На ученом совете ЮРГУ выступил и проректор по учебной работе Андрей Шмидт. В своем докладе он представил анализ приемной кампании этого года и предложил новые стратегии приемной кампании 2017. Конкретные проекты будут рассмотрены на следующем ученом совете. Для того, чтобы работа над ними была более эффективной, ректор ЮРГУ Александр Шестаков посоветовал искать простые идеи и решения.